Саулия Сергазина приехала в Кустана из Омской области. Работает она в Центре по работе с молодежью, который, между прочим, в регионе по итогам 2017 года стал лучшим. На молодежный форум девушка приехала, чтобы поделиться опытом и рассказать о реализуемых проектах, а также узнать что-то новое для себя. У вас год молодежи, и я все-таки питаю надеждой, что мы в течение двух дней будем работать над проектами, совместными, возможно, российско-казахстанскими, и в следующем году, возможно, ваши ребята к нам приедут. И очень интересен опыт именно ваших молодежных ресурсных центров. То есть, как устроена у вас эта система, ваши меры поддержки для того, чтобы перенять опыт именно к нам. Саулия Сергазина, как и все эти молодые люди, стала участницей межрегионального молодежного информационного лагеря «Жаст Коста». Площадка собрала молодых, активных и целеустремленных людей со всех районов Кустанайской области и приграничных областей России. Главные цели мероприятия – разработка новых методов работы с молодежью с учетом ее нужд и потребностей. Выявление новых молодых активистов и молодежных лидеров, а также разработка социальных проектов по наиболее актуальным вопросам молодежи. В целом у нас бюджет, предусмотренный в этом году, был порядка 220 миллионов тенге. Он с каждого года растет. Но я думаю, с учетом того, что год молодежи впереди у нас, мы, конечно, эту сумму будем увеличивать. Но самое радующее, что у нас в этом году 67 проектов в государственном социальном заказе участвовало. Это больше намного в два раза проектов. И в деньгах, если в 2017 году это было 29 миллионов тенге, в этом году только в молодежной сфере реализовывались проекты. И вот эти 67 проектов – это порядка более 50 миллионов тенге. Стоит отметить, что несмотря на серьезность мероприятия, лагерь все-таки молодежный. Все беседы и работы в диалоговых площадках в свободном формате. Спикеры – видны общественные деятели. Их слушатели – молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Интересует их много. От того, как завоевать аудиториум до глобальных тенденций на рынке труда. Первый такой короткий месседж, который я хотел бы сказать – пожалуйста, не жалейте себя. Вот вообще не жалейте. Потому что ваше поколение будет жить в эпоху страшной глобальной конкуренции. Региональной, глобальной. Пожалуйста, не жалейте себя. Вот когда человек сидит и думает – у меня все хорошо, я вроде хорошо, активист, учусь, образование хорошее, диплом, спортом так. Я очень плохой пример. Не жалейте, не жалейте себя. Потому что вы даже не представляете, какая волна конкуренции идет сейчас в мире. Как говорят организаторы информационного лагеря, по его завершению планируется достигнуть нескольких индикаторов. Например, обновить базу активистов и лидеров молодежи, создать проекты, которые могут претендовать на господдержку именно по вопросам молодежной политики. Также станет ясно, кто поедет от нашего региона на Республиканский форум молодежи. Диара Хмечин, Ярослава Богатырева, РТН.